Мы сейчас плывем на остров Чечень. Он находится в Каспийском море, недалеко от Усть-Терека. Формально это часть Махачкалы, но на деле это одно из труднодоступных изолированных мест республики. Чтобы попасть на остров, необходимо проехать более 110 километров по земле и еще 17 по воде. Это самый большой остров Дагестана. В народе говорят, что по преданию в 18 веке тут жили пираты с подвижники Пугачева. Затем их будто бы сменили приплывшие из Астрахани рыбаки-отшельники. Они-то и назвали остров старинным русским словом Чечень, упомянутым даже в словаре Даля. Все-таки Чечень или Чечень? Чечень. А вообще почему так называют? А потому что это с перевода полная корзина рыба. В то время, перед первой войной чеченской, такой момент был, приезжали искусствоведы из Чечни. Они думали, что здесь Чечень, название такое. Даже я когда учился в училище, в городе учился, пацану, тоже меня за чеченцы принимали. Добрались мы сюда на байде рыбака Аскера. Настоящую островную жизнь ощущаешь, когда рулевой бросает якорь и командует высаживаться. Пристани на Чечени нет. Море здесь в прямом смысле по колено. Идти до берега метров 300. А вот и Каспия то отступают, то прибывают. И оттого строить причал сложно, да и затратно. Где тише, там мы и ставим лодки. Сегодня они стоят здесь. Завтра мы можем, если ветер повернется, мы можем поставить 500-600 метров в сторону за косу. И так вот мы и бегаем от этого ветра, непогод, потому что здесь причал ты никак не сделаешь. Если ты его сделаешь, его сразу же замоет, илом затащит. И все, бесполезно его и делать здесь. Ну, а так вот и выкручиваемся. Тяжело, но выкручиваемся. Первое, что бросается в глаза по прибытии, это маяк. Пожалуй, главная достопримечательность острова. Местный смотритель про него рассказывает множество историй из прошлого. Однако записать их мы, увы, не смогли. Да и показать маяк изнутри тоже. Объект это стратегический, поэтому получать разрешение на съемку сложно. Маяку на острове Чечень более 150 лет. Но он, как вы видите, сохранился и продолжает выполнять свою основную функцию, показывает путь корабля. В основном здесь занимаются рыболовством, как и в старые времена. Моряк со стажа Маскер несколько раз пытался попробовать себя в другом деле. Но снова и снова возвращался на морской простор. Это интересная, очень даже интересная работа. Да, это трудности, это непогода. Это упирается как бы во все бюрократические заморочки. Но для меня на сегодняшний день это жизнь. Я на море отдыхаю. Человек и стихия превращаются здесь в вечно соперничающих приятелей, как в знаменитой повести Хемингуэя «Старик и море». Море может быть и щедрым другом, и опасным врагом. Все зависит от обстоятельств. Это очень опасная профессия. Если к ней отнестись, еще и халатно. Есть люди, категория людей, которые, к сожалению, не очень, недостаточно серьезно относятся к морю, море ошибок не прощает. Сложностей у рыбаков много. Песчаный остров со всех сторон окружен мелководьем. Чтобы не сесть здесь на мель, надо быть опытным морским волком. Моряк Владимир Тихонов как раз из таких. Очень сильно заилились берега. Очень сильно. Все озера заилились. Из-за того, что терек, прорезь выходит напрямую в море. Это большая ошибка государства. Очень большая ошибка государства. Раньше терек шел через залив, отстаивалась вода и практически ил не попадал в море. Условия труда тяжелые. Но чтобы облегчить их, в марте здесь наконец-то открыли пункт приемки рыбы. По словам местных моряков, он упростил их жизнь. Ранее жители испытывали проблемы со сдачей своей главной продукции. Теперь же все под контролем. Легче реализовать, упорядочился вылов и созданы рабочие места. Правда, пока не установлены солнечные батареи, которые позволят поставить еще и холодильники, чтобы обеспечить долгосрочное хранение рыбы. Люди этому рады. Лишь бы, чтобы работа была. У людей работы нет другой, кроме рыбалки. В общем, работа стала более организованной. Конечно, да, безусловно. Мало того, что работа есть, этот, который приемка приезжает, бензин, хлеб, пожалуйста, что заказывают, они, ребята, не отказывают, привозят. Что за человек заказал, по возможности они все это привозят. Дома здесь колоритные, настоящие русские избы. Половины их уже нет, сгнили или были разобраны. А когда-то на острове в прямом смысле бурлил прогресс. Здесь находилась испытательная база для экранопланов уникальных самолетов-амфибии. Ныне почти везде же упадок и разруха, будто бы недавно прошла неприятельская армия, оставив после себя выжженное поле. Некогда на этом пустыре был густонаселенный квартал острова. Вот таких домиков здесь было полно, однако позже они оказались разобраны на дрова. Будем надеяться, что эта участь не коснется всего острова. А былом благоустройстве напоминает только черно-белый снимок. На нем запечатлено мероприятие около Дома культуры. На фоне торжественное собрание в честь открытия памятника. Красота была. Вон клуб у меня, фотографированный на большом этим. Какой клуб был. Школа была. А это что, ни ремонта не дают, ни на ремонт, ни на чего. Разрушенный Дом культуры, похожий на античный храм, и расстрелянный в упор памятник революционеру Ермошкину, как символа мрачного наследия лихих девяностых. Из радости современной цивилизации, пожалуй, только новое здание фельдшерско-акушерского пункта, построенного по президентской программе. Но и оно еще не сдано в эксплуатацию. Одного не бывает не хватает, то что-то другого не хватает. Это все с материком связано. У нас очень проблемные, как сами заметили, перевозка. Вот эти, представляете, этот весь материал перевезти было. А его как сюда? Его привезли в разобранном виде или все как? Они поверят не то, что в разобранном виде, это все с нуля, железо, металл просто привезли. Вы сами собираешься? Все сами. Магомед Авдулаев – инженер. Приехал сюда на несколько недель из Махачкалы собирать ФАП. Делится своими впечатлениями. Ну, это вообще другие люди, да. В городе это совсем, конечно, каждый свое оценит здесь, а здесь все дружно. У них в разобранном виде здесь помогает во всем. Вот любой, мы сейчас к любому человеку обращаемся, любой мне поможет. Пресная вода на острове есть. Местные жители называют основной проблемой отсутствия газа и электричества. Из-за этого возможности для развития стеснены. Негде хранить вылов, да и продукты быстро портятся. Желательно побыстрее бы сюда провели электричество. Только одни разговоры идут, что сделаем, 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 сделаем и ждем, и десятилетиями ждем. Местные шутят, что больше всего здесь весело детям. Ведь они не так остро ощущают бытовые проблемы. Но даже они хотели бы, чтобы остров вновь возродился. Особо больше ничего другого не надо, только электричество. Как ты здесь проводишь каникулы? Я приезжаю сюда на каникулах. Чаще всего, хоть здесь и людей мало, но играться есть с кем. Ходим на море, купаемся. Какие-то любимые игры у вас есть? Только догонялки и все. Островитяне разводят также и домашний скот. Дело это выгодное, но зелени для буренок и барашек тут маловато. Плодородной земли фактически нет. Все из-за песка. Однако, несмотря на сложности, местные все равно пытаются что-то вырастить. Труд это вообще каторжный. Потому что за столько лет, сколько мы жили здесь, он сажал миллион здесь деревьев, которые не принимались, которые то замерзали зимой, то высохали летом. Весной, когда ветра бывают, эти листики молодые сечет вот этим песком, засыпает. Конечно, это то, что здесь сейчас есть, это, конечно, уже то, что, можно сказать, выжило. Интересный факт. Собака на острове больше, чем людей. Тут собака действительно друг человека. Ведь именно она часто единственный собеседник в доме одинокого рыбака. И, кстати, ничем не уступают по быстроте здешним мотоциклам «Уралом», превратившимся, как и маяк, в один из символов островной жизни. Эти мотоциклы – основной транспорт на острове. Они незаменимые помощники местных жителей на этих песчаных дорогах. Что такое самоизоляция, жители Чечени знают не понаслышке. Только вот вызвана она не зловредным вирусом, а отсутствием должной инфраструктуры, логистики и коммуникации. Комплекс проблем здесь большой, но все вопросы решаемые. Они требуют времени и системного подхода от руководства. А пока рыбаки из Чечени, как и прежде, вглядываются вдаль в надежде на улучшение. Батимат Ханапова, Мурат Ахмедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарсов, телеканал ННТ, остров Чечень.